Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу показать вам интересную модель под названием Lenovo A850. Модель является новинкой, абсолютно недавно появилась на рынке в Украине. Особенностью модели является то, что это бюджетный китаец от Lenovo с большим размером дисплея 5,5 дюймов и обновленным процессором под названием MTK6582M. У нас 4-ядерный процессор с частотой 1,3 ГГц. Давайте рассмотрим внешний вид нашего смартфона, что он из себя представляет. Как я уже говорил, 5,5 дюймов дисплей, спереди у нас есть защищенная пленка, сверху динамик, логотип Lenovo, камера фронтальная на 0,3 Мп, датчик приближения, датчик освещенности и LED-индикатор. Снизу у нас есть три сенсорных кнопки, это меню, домой, назад. Здесь у нас микрофон. Снизу у нас есть разъем под зарядку microUSB, сверху у нас кнопка включения-выключения и разъем под наушники. С этого бока у нас идет качелька громкости, больше ничего нет. С этого бока у нас абсолютно ничего нет. Сзади крышка у нас вот такая, вот она глянцевая, на ней остаются отпечатки пальцев. Их нужно вот так вот затирать, протирать. Есть у нас камера, есть вспышка, автофокус, камера на 5 Мп, логотип Lenovo и решеточка под динамик. Под крышкой модель имеет вот такой вот вид. Стандартные две сим-карты большие, разъем под microSD карточку. Аккумулятор у нас на 2250 мАч. Ну вот, в принципе, и все. В модском комплекте у нас представлен, собственно, сам смартфон, один аккумулятор внутри. Вот такая вот упаковка вот этих всех книжечек, гарантийного обязательства от производителя. Тому подобное. Значит, гарнитура стандартная, USB кабель и зарядка. Когда у нас переходнички есть, мы влаживаем. Когда заканчиваются, не влаживаем. Переходим непосредственно к нашему смартфону. И первое, что я хочу показать, это, конечно же, технические характеристики через программу Antutu. В Antutu наша модель набирает 17 тысяч баллов. Это, в принципе, стандартный показатель для четырехъядерного процессора MTK 6589. Скажу сразу, что сразу, когда получили эту модель и прошили ее на русский язык, и он у меня выдал где-то 13 тысяч баллов. Потом мне нужно было сделать сброс на заводские настройки. После сброса на заводские, вот я сделал два теста. Один раз 17 312, второй раз 17 167. И по начинке. Давайте посмотрим, какие у нас тут параметры нашего смартфона. Значит, Lenovo A850, операционная система 4.2.2 Android. Процессор у нас MTK 6582M. Графический ускоритель, вы видите, что это Mali 400. Разрешение экрана у нас 960 на 540. 5-мегапиксельная камера основная. Значит, по памяти. У меня сейчас здесь стоит карточка памяти на 16 гигабайт. Вот видите, что оно не отображается. 4 гига своей памяти и гигабайт оперативной памяти. Характеристики процессора MTK 6582M. Четырехъядерный. 1300 МГц частота. 5,5 дюймов дисплей. Заявлена IPS-матрица. Разрешение экрана 960 на 540. Фронтальная камера у нас 0,3 мегапикселя. Есть LED-вспышка. Это имеется в виду вот эта вот камерная. Ну и показывает даже у нас Antutu, что вот аппарат весит 184 грамма. Перейдем также посмотрим, какие у нас есть датчики в данной модели. Модель бюджетная, поэтому и датчиков тут как бы особо нет. Есть хороший GPS, Bluetooth, Wi-Fi. Стандартно датчик освещенности, датчик приближения. Стандартно акселерометр. Никаких гироскопов у нас здесь ничего нет. И сколько точек у нас экрана? У нас 5 точек имеет. По поводу качества экрана. Цветопередача отличная. Все цвета выглядят именно так, как они должны выглядеть. Битых пикселей, битых точек я не нашел. То есть я смотрел не только на одной модели, я смотрел на нескольких. В общем, экран, в принципе, по качеству довольно-таки хороший. По поводу аккумулятора. Аккумулятор у нас здесь стоит 2,250 и 5,5 дюймов дисплей. То есть это довольно-таки, ну, казалось бы, немного аккумулятора именно. Сам мой экран смартфона довольно-таки большой. Я тестировал, как всегда, эту модель как мог через Antutu-тестер, который выдал у меня 585 баллов. В принципе, это хороший показатель. Я тестировал также данную модель с игрой. Тестировал ее следующим образом. Вот вы видите, 10.05, 99%. В игре он у меня продержался 11.05, 12.05, 12.49 и 7%. То есть продержался он у меня в игре 10.05, 11. Так, сейчас, секунду. 10.05, это было начало. 11.05, 12.05, то есть 2 часа где-то 45 минут продержался в игре. И в режиме видео, в режиме видео я начинал его тестировать 17.20, 99%. 18.20, 19.20, 20.20, 21.20. То есть 3 часа он у меня продержался, точнее практически 4 часа он у меня продержался в режиме видео. В принципе, нормальные показатели. Вот, даже вот. Да, ровно 4 часа. Значит, идем дальше. Прошивка у нас, как я говорил, Android 4.2.2. В принципе, здесь полноценный русский язык. Обязательно все эти смартфоны прошиваются перед отправкой нашим клиентам. Вы не найдете здесь нигде ни китайчатины, абсолютно ничего. Из основных датчиков, которые здесь есть, здесь нет датчиков движения, здесь этого всего нет. Вот это менюшка даже выглядит вот так. То есть, тут есть датчики кармана, то есть, когда в кармане, когда вне кармана. Уведомления у нас происходят вот здесь, вот красненькая лампочка. Индикаторы событий, вот пропущенный вызов, непрочитанное сообщение есть. Основные настройки Wi-Fi, Bluetooth. Тут все есть на русском языке, абсолютно все. Информация о телефоне, информация о версиях. Вот такая вот информация данной модели. В принципе, здесь есть стандартные все вот эти вот настройки батарейки у Lenovo. То есть, всегда у Lenovo классные прошивки. И в прошивках есть вот эти вот виджеты батареек, которые позволяют нам, скажем так, максимально долго пользоваться данными устройствами. Также здесь есть вот такая вот менюшка стандартная тоже для Lenovo. В принципе, кто смотрит мои обзоры, все это знают, что в любом Lenovo, в современном, есть практически все вот эти вот настройки. И по поводу прошивки хотел сказать еще одно, что прошивка, в принципе, вообще летает максимально быстро. Ну, я не знаю, не увидите вы здесь никаких глюков, ничего. То есть, менюшки, все запилено нормально. Прошивка очень такая добротная, я бы сказал. Но кто-то может сказать, что с разрешением экрана 960 на 540, в принципе, так оно и должно быть. Соглашусь, не должно тупить. Так, идем дальше. Давайте посмотрим, какой у нас экран. Напоминаю, 5,5 дюймов дисплей, 960 на 540 разрешение. В принципе, могут быть претензии к пиксельности изображения. Ну, давайте попробуем посмотреть вот эту вот пиксельную сетку, насколько ее видно или не видно. Давайте попробуем это все углядеть. Вот я приблизил. Еще приближаю. Ну, в принципе, экранчик нормальный. Если еще не заниматься ерундой и не всматриваться в него прям вот так вот супер-пупер, то, в принципе, изображение довольно-таки качественное. По поводу матрицы. Производителем заявлено IPS-матрица. Давайте проверять, смотреть, насколько ли это правда. То есть, вот у меня есть картинки различные, стандартные, которые все вы уже, наверное, видели. Ну, в принципе, могу сказать, что вроде бы, вроде бы как матрица действительно IPS. Хотя вот я вот сейчас смотрю, немножко преломляется изображение, немножко уходит в негатив. Давайте попробуем вот так. Так будет проще. Вот, ну, видно, да, вот когда переворачиваю в этот угол, то есть некоторое преломление. Ну, в целом, экран хороший, но вот незначительные, скажем так, агрессии есть в данной модели. Идем дальше. Производительность. Ни для кого не секрет, что модель будет с легкостью работать с потоковым видео в YouTube. Давайте продемонстрирую вам это. Это не есть абсолютно вообще проблема. Давайте смотреть. Переворот изображения работает. Работа с браузерами также без проблем. Плюс, опять же, напоминаю, 5,5 дюймов дисплея. Это всегда удобно. Это всегда удобно для руки. И почитать, и выбрать, допустим, технику на нашем сайте какую-то, увеличить, отмасштабировать. То есть, все читабельно, все хорошо загружается. Вот и модель Lenovo A850 у нас на сайте. Ну, прогружается вообще отлично. То есть, тут без нареканий. Также хотел вам показать, само собой, современные игры, потому что процессор новый. В принципе, интересно, как же он работает с играми. Ну, давайте смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok В принципе, можно сделать вывод, что с играми данная модель справляется. Процессора достаточно, но было бы глупо держать в руках смартфон на момент записи обзора с разрешением 960 на 540, чтобы в нем еще глючили игры. Я считаю, это был бы полный фейл. А так, в принципе, смартфон справляется со своими обязанностями. Камера. У смартфона есть 5-мегапиксельная камера задняя. Я просто сейчас покажу вам, как она работает, что тут есть вообще в камере, какие есть настройки. Вот здесь есть 5-мегапикселей. Видео записывает в формате 720p. Есть также у нас фронтальная камера 0,3 мегапикселя. Ну вот, примеры фото. Я их обязательно выложу, еще поснимаю на улице. Вот так вот снимает у нас макро съемка. Вот это снимал я в темноте с вспышкой. Ну, вспышка, скажем так, я вот последний обзор, который записывал, это был Lenovo S820. То вспышка, конечно же, там лучше. Здесь вспышка тоже неплохая, но довольно-таки слабовата в сравнении. Это все тоже вот было записано сблизи и с вспышкой. Это тоже вспышка, тоже вот замылило. Видите как? Ну, это неудачный кадр. Тоже со вспышкой, тоже вот так вот снимает в комнате оно. В принципе, камера за эти деньги, наверное, является минусом. Могли бы что-то получше они сюда поставить. GPS. Я тестирую GPS и через Naviteo, и через GPS-тест. Тестирую я в основном не выхожу на улицу. И я тестирую, ставлю смартфон возле окна. То есть, я заскриншотил этот момент. И сейчас вам его покажу. В принципе, спутники ловят так же классно, как и у Lenovo S820. Да, в принципе, у Lenovo всегда были хорошие спутники, всегда были хорошие антенны, я имею в виду. И довольно-таки быстро и хорошо ловят. Поэтому для спутниковой навигации, тем более, если учитывать, что размер дисплея 5,5 дюймов, будет очень удобно использовать данную модель для навигации. В принципе, всё. Можно подводить итог. Компания Lenovo порадовала нас большим 5,5 дюймовым смартфоном Lenovo A850. Модель, которая имеет хороший 4-ядерный процессор с частотой ядра 1,3 ГГц. Имеет хороший корпус, глянцевую заднюю крышку, 2 сим-карты, 5-мегапиксельную основную камеру, 0,3 мегапикселей фронтальную. Есть индикатор уведомлений у данной модели. Есть закалённое стекло спереди. По корпусу я не могу ничего плохого сказать. Всё собрано очень классно. Никаких люфтов, никаких скрипов здесь не наблюдается. На перегиб смартфон берёшь, он не трещит, не хрустит. Надеюсь, что в процессе эксплуатации корпус не расшатывается. Но судя по тому, как собран, то не расшатывается. Из минусов, конечно же, могу сказать, что разрешение экрана 960 на 540 слабовато по нынешним меркам. Но если посмотреть на это с другой стороны, на общую производительность данного смартфона и на возможности его и запасы производительности, то это можно сказать, что это и плюс. То есть, для кого как? Кому нужно в игрушки современные пошпилить? Можно смело брать, кто хочет фильмы посмотреть, тоже можно смело брать. Довольно-таки хороший звук у данной модели. Динамик громкий, чистый. Воспроизводят любые форматы. Full HD 720p без конвертировки, без каких-либо проблем. В принципе, всё. Если моделька заинтересовала, обращайтесь. Если понравился обзор, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будет всегда интересно. С вами был Александр. Всего доброго. Подписывайтесь на наш канал.